Всем доброго дня и суток. Приветствую вас на своем учебном видеоролике, посвященном веб-дизайну и веб-разработке. И сегодня мы с вами продолжим изучать основы фреймворка Apple App.js. И добавим в наше приложение свои данные. И, соответственно, при кликке на кнопку мы ожидаем увидеть эти данные в нашей таблице. Ну, собственно, в таблице нашего приложения. Итак, но сначала напомню содержание прошлого урока. Мы с вами рассмотрели несколько базовых понятий и определили модель. Модель, то бишь, одной из составляющих фреймворка Angular. Модель — это одна из составляющих подходов к разработке приложения MVC. И модель — это модель нас управляет данными. Она хранит данные, она получает их откуда-то и отдает уже, скажем, во внешний мир. Вот. Собственно, мы с вами определили модель как объект наших игроков. Да. Дальше мы при помощи специального объекта Scope, или область видимости, который привязывается к контроллеру Angular, мы в этот Scope создали новое свойство Place, потому что Scope — это у нас JavaScript объект, как у любых объектов есть что? Есть свойства и есть методы. Мы с вами создали свойство Place и в это свойство положили Data. Вот. Далее мы с вами рассмотрели директивы ng-repeed, который нам позволяет не то что медитировать, а реально создавать, ну, реализовывать, прошу прощения, цикл. Да, то есть мы бежим по объекту, даже, точнее, по массиву, и разбираем этот массив на основные части, на объекты простые, в данном случае Player, и в этого объекта вытаскиваем неймы, и, собственно, отображаем их в нашем HTML при помощи выражений, в двойных фигурных скобках в Angular. Напомню, двойные фигурные скобки означают выражение. Вот. ng-repeed нам через несколько уроков, мы его немножечко модифицируем, когда будем с вами рассматривать фильтры. Вот. Там они нам пригодятся. Вот. Когда будем с вами рассматривать и фильтры, удаления информации, в общем, вот эту часть мы еще с вами модифицируем. Ну, а сегодня мы с вами, собственно, выполним небольшое улучшение, добавим функциональность к нашему приложению, а именно при клике на кнопку «Добавить» мы с вами в нашу модель добавим данные. То есть они уже не будут определены, скажем, жестко в лоб, да, как на прошлом уроке, а мы сами эти данные добавляем. Прежде чем написать реализацию метод, мы с вами должны, ну, опять же, это уже было сделано, но все же я напомню, мы с вами должны у кнопки определить директиву Angular ng-click. Вот. И значение этой директивы будет не что иное, как метод, который будет, собственно, срабатывать при наступлении события клик. Ну, Angular click, вы понимаете, да, это директива, которая инициализирует событие клик на каком-то элементе. Собственно, как я уже сказал, у объекта scope могут быть свойства, мы с вами их рассмотрели, уже знаем, и могут быть методы, как у любого JavaScript объекта. Собственно, я добавляю метод addPlayer, определяю его, точнее, метод addPlayer в глобальном, не в глобальном, а в объекте scope. И говорю, что addPlayer, это у меня будет не что иное, как метод, ну, собственно, с названием, с именем addPlayer, и в данном случае он меня будет вводить в консоль единичку. Давайте проверим, так ли это. Так, я открываю консольку. Ну, собственно, у меня-то уже он там вводит единичку, это я проверял перед уроком. Все ли правильно у меня. Итак, я нажимаю кнопочку добавить, и вот, смотрите, у меня единичка. Раз, два, три, четыре, пять и так далее и тому подобное. В общем, у меня контроллер по-прежнему прекрасно общается с моделью, только теперь уже мы связываем не просто свойства, да, а еще, нет, вызываем, так скажем, в нашей view, вызываем метод при помощи директивы ng-click. Ну, а теперь давайте, собственно, сделаем то, к чему мы с вами стремимся, а именно добавление игроков из нашей формы. Итак, значит, у нас есть инпуты, да, и так как у нас вьюха, ну, вью, да, связывается с контроллером в контексте Angular при помощи специальных директив, а именно ng-model, то, собственно, мы их и возьмем как, ну, ввезущее звено, то есть будем соблюдать Angular, и если бы мы это делали, так скажем, ну, в контексте jQuery, да, мы бы брали там ID или Name или еще что-то, брали бы у него вау. Но у нас есть Angular, у нас есть директивы ng-model, собственно, замечательное, которое является связующим звеном между, в данном случае контроллером, ну, контроль, не контроллером, прошу прощения, а вьюхой и моделью, да, то есть обновляет данные в модели. Ну, собственно, поэтому мы с вами можем, собственно, передать следующие данные в нашу, из нашей формы. Значит, понятно, что когда мы будем кликать, когда будет вызываться метод AdPlayer при клике, будут передаваться какие-то данные, то есть мы должны, мы предполагаем запись чего-то, да, в данном случае мы предполагаем запись с нового игрока в модель, да. Что мы должны в эту модель передать? Конечно же, мы должны передать Player Name. Опять же, это не придумываю, Player Name, обратите внимание, у меня все вот идет именно по связке модель мьюха. Значит, я передаю Player Name. Дальше, Player Team. Player Team и Player Country. Отлично. Передал. Ну, не передал еще, я сказал, что я буду это передавать. Теперь надо, собственно, до реализации дойти. Реализация здесь очень простая, на самом деле. Суть ее в следующем. Когда мы добавляем игрока, если бы мы добавляли, так скажем, это в рамках базы данных, то мы бы с вами, понятно, вызывали бы какой-то там скрипт, PHP, то есть какой-то обработчик инициализировали, и отправляли бы наши данные, соответственно, в базу данных. Вот. Но здесь у нас приложение клиентское. Хоть и забегая вперед скажу, что мы можем работать в Angular и на уровне сервера, ну, скажем, на уровне сервера. Angular может общаться с сервером, это мы с вами чуть позже рассмотрим. Но сейчас нам с вами, пока далеко не будем забегать, сейчас нам с вами важно записать наши данные, скажем, просто сохранить и отобразить их, что мы добавили эти данные. И результат наших действий, результат нашего добавления, это отображение наших данных в таблице. То есть пока мы сейчас про сервер с вами не говорим. Возникает вопрос, что же будет происходить на самом деле, реально, если мы рассматриваем с точки зрения клиента добавление информации. Думаю, вы уже прекрасно понимаете, что данные мы будем выбирать куда, да, абсолютно верно, мы с вами данные будем добавлять в модель. У нас за данные, за хранение данных и, соответственно, за их отдачу во вьюху отвечает модель. То есть мы отдаем на откуп любой хранение данных в виде модели. Соответственно, мы получаем данные из модели, но никто нам, соответственно, не запрещает, и не то, что не запрещает, это нормально, в эту модель данные записывать, да. Поэтому, что нам с вами надо сделать? Нам с вами надо взять вот эту нашу модель, scope players. Ну, на самом деле, scope players, вы понимаете, да, что это свойство, вот, но мы, собственно, это, собственно, и есть модель. Поэтому мы в эту модель должны данные добавить. Давайте с вами сделаем вот что. Мы с вами добавляем эти... Нет, мы с вами вот что сделаем. Я уже запутался совсем, что в действиях, которые я хочу производить, слишком много информации. Так, сначала я распечатаю существующую нашу модель, scope players. Да, ну, при клике, конечно, я ее вижу. Вот, вот у меня массив из двух айтемов. Все отлично. Вот у меня, то есть, у меня уже есть какие-то там данные, 0 и 1. Не 0 и 1, ну, 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 нулевой элемент и первый элемент. Соответственно, что я хочу сделать? Я хочу данные в эту модель добавить еще данных, которые у меня и так есть. Собственно, что я должен сделать? Я должен сделать следующее. Я буду добавлять в этот массив айтемс, потому что айтемс, друзья, это у меня массив. Плеерс, это у меня объект. Плеерс, да, это у меня объект. Вот он, по сути. А сам айтемс, как вы видите, он представляет из себя не что иное, как массив этих самых объектов. Итак, я в этот массив должен, в этот объект, прошу прощения, должен записать, нет, в этот массив, все же, извините, пожалуйста, в этот массив я должен записать новые данные. Как я это сделаю? Это все очень просто. Тут даже не надо специальными знаниями Angular обладать, здесь просто надо знать JavaScript и работу JavaScript это с массивами. Значит, мы просто в items добавляем с вами, вызываем этот push, вот, и, собственно, что мы будем туда пушить, то есть, что мы будем добавлять. Мы с вами будем добавлять свойство name, у нас же есть свойство name у объекта, да, мы, по сути, не просто массив добавляем, мы добавляем новый объект в этот массив, да, то есть, мы добавляем сложные, комплексные данные, вот, поэтому я добавляю player name, добавляю team, как, соответственно, player team, и добавляю country, как, не как, а свойство country и значение его player country. Ну, вот, собственно, надеюсь, что я правильно сделал, давайте проверим. Итак, я хочу добавить нового игрока, так, ну, так как у нас сейчас еще летнее трансферное окно закрывается в Европе, то Mercato, так называемые, да, не дадут мне футбольные болельщики соврать, то будем использовать последние переходы. Ну, собственно, у нас звездный нападающий французский Келян Бампе наконец-то перешел в PSG, вот, он у нас бака на правах аренды перешел, но в следующем году PSG, скорее всего, выкупит за 150-180 миллионов, там уже как они договорятся. Итак, я ввел информацию, ввел команду, гражданство, нажимаю кнопочку добавить и у меня выскакивает вот такая-то ошибка, я в чем-то ошибся, давайте смотреть, в чем я ошибся. Так, да, конечно же, я ошибся, потому что я эти параметры здесь не проинициализировал, не описал их, не описал в декларации метода эти самые параметры, то есть PlayerCountry сейчас внутри метода неизвестно, а сейчас будет известно. Так, давайте еще разок, я обновлюсь, Килиан Бапе, он у нас теперь в PSG, и он у нас в France Pulse. Нажимаю добавить и вот, замечательно, смотрите, у меня Килиан Бапе соответственно добавился в нашу с вами нашу с вами таблицу, да, что-то я задумался. Так, вопрос, почему вот эти вот товарищи не добавились в PlayerCountry, так, PlayerCountry, PlayerCountry, да, давай все-таки сделаем полноту, полную картину, нет, здесь Citizen, PlayerCountry, так, здесь все в порядке, давайте к единому стилю приведем, да, Country, и здесь Country, ну конечно же, да, вот почему, имена, свойства разные, Country, Country, ну, Citizen, конечно, более правильно, как гражданство, имеется в виду, но все же, да, вот теперь гражданство появилось, еще раз проверяю, что у меня есть такой вот, Килям Баппе, и он у нас француз, да, теперь я нажимаю на кнопочку добавить, вот, вот теперь там красота, согласитесь, ну собственно, вот сегодняшнюю цель этого урока выполнили, мы теперь давайте, прежде чем закончим, немножечко, немножечко, так скажем, посвящу ближайший план, что вот, так скажем, нам мешается сразу же, первое, вот я нажимаю на кнопочку добавить, у меня этот Баппе, Киллиант, появляется сколько раз, столько, сколько вы хотите, поэтому первое, что надо с вами будет сделать, да, еще, добавляются пустые строки, тоже проблема, второе, точнее уже третье, у меня всегда неймор и месси есть уже изначально, почему, потому что у меня модель инциализирован, в реальных проектах, конечно, это не так, да, Angular у нас клиентский фреймворк, но данные мы, в принципе, должны, ну не должны хранить где-то на клиенте, да, мы его, ну как минимум, храним где-то в текстовых файлах, а как максимум в базовых данных, поэтому эти данные мы должны получать там, откуда-нибудь там, сервера в виде джейсона или еще откуда-то, поэтому у нас с вами сейчас впереди много еще нововведений в наше приложение, это валидация формы, как вы уже поняли, да, чтобы пустые строки не добавлялись, это получение данных уже именно с сервера, то есть рассмотрим с вами как Angular общается с сервером, вот, ну и собственно что еще, ну еще какие-то вещи, опять же, запрет на добавление одинаковых элементов в модель, да, то есть еще раз, вот, келема на несколько раз добавляет, что некорректно, ну и плюс еще мы с вами реализуем фильтры, рассмотрим вообще, что такое фильтры в Angular, вот, вещь очень, я считаю, классная, думаю, вам понравится, вот, ну, собственно, такие вот у нас ближайшие планы, то есть работы много, это здорово, мы с вами именно в практическом примере рассмотрим максимальное количество, максимальное количество вопросов, косящихся Angular, вот, ну, собственно, да, наверное, сегодняшний рог может показаться очень простым, и мало содержательным, с точки зрения информации, да, но я пока не сильно тороплюсь, вот, но скорости все же буду увеличивать, потому что к синтаксису, к понятиям Angular надо привыкнуть, но потом уже можно смело разгоняться, вот, ну что ж, друзья, на сегодня все, всем большое спасибо за внимание, всем большое спасибо еще раз за ваши добрые слова и поздравления относительно позавчерашнего видео моих двух лет, собственно, с вами, собственно, оставляйте пожелания, лайки, комментарии у меня на сайте, на канале, на YouTube, вот, и услышимся с вами очень скоро, все, всем пока, кат.